Спасибо за поздравление. Непростая игра, непростая соперник. Мы, конечно же, готовились. Прошлая игра для бывшины сложилась неудачно. Они проиграли, но при этом они забили три мяча в ворота Солигорского «Шахтера». В этом году в официальных играх не то что три, даже два мяча не забивали команды соперников. Поэтому делали акцент на том, что хорошая группа атаки, индивидуально сильные футболисты, которых, в общем-то, надо не дать проявить свои лучшие качества. И, в общем-то, у нас это получилось в обороне. То, что касается в атаке, были моменты, кроме тех двух мячей, которые мы забили, чтобы счет увеличить, сделать крупнее. В общем-то, я думаю, что победа закономерна, она по делу. И всех истинных поклонников, болельщиков, почитателей футбольного клуба «Гомель», всех, кто причастен, я поздравляю с этой непростой победой, но очень нужной. На втором тайме «Гомель» отдал территорию, перешел в основном на защитный вариант. Это ваша установка или это ход игры и эта цель сохранить счет? Ну, ни в коем случае, это не моя установка. Еще раз я возвращаюсь к тому, что мы сегодня играли не с простым соперником и всем командам с ним непросто соперничать. Поэтому заставили нас обороняться, так низко сесть. То есть, довольно мастеровитая команда, но при всем при этом у них образовывались свободные зоны. При перехвате мы очень хорошо переходили из обороны в атаку, использовали эти зоны и видели сами, что моментов было много для того, чтобы увеличить разрыв счета. Действительно, счет мог быть более крупный, но вот с нашей трибуны наблюдается, что все-таки проявляется медлительность принятия решений. Атакуешь, я имею в виду, при завершении атак? Ну, при завершении атак, ну, надо отдать должное и вратарю соперника, который очень здорово играл. А про медлительность, ну, давайте учитывать то, что мы играли в 15-0-0. Солнце, довольно энергозатратный матч получился, потому что мы хотели в первом тайме и атаковать, и при потере тут же вступать в отбор, прессинговать. У нас это получалось, занимает это, забирает очень много сил, поэтому где-то и соперник нас во втором тайме заставил обороняться, это, ну, следствие, может, для этого. Можно вопрос? По функционалу фулкана Кина, он заменил центрального нападающего, какой была его установка? Должен был играть под нападающим, под джуниором Фаги, в обороне, помогать сдерживать тройку центральных защитников и при атаке искать мяча между линиями, для того, чтобы принимать, разворачивать и искать продолжение впереди. У него это здорово получается, и были моменты и у него, и после его передач, в общем-то, эта задумка сработала. И второй последний вопрос. Матч перенесен был с Бабуевска в фуарболе, насколько это ваше преимущество в этом матче? Не вижу никакого преимущества, даже позавчера я еще не знал, где будет проходить игра. Единственное, что я знал, что сегодня мы играем с Белшиной в 15-0-0. Позавчера утром сложно было даже спланировать предыгровую тренировку, где она будет проходить, каким образом. Я только позавчера, в второй половине дня, узнал, что мы играем в Гомеле, и судя по всему, что я так понимаю, это мы просто поменялись местами с Бабуевска, мы будем хозяева в первом круге, во втором круге будет хозяев уже Боли Стрешин. Хотя вроде были и другие варианты, кроме Бабуевска. Знаете, мне это так неинтересно, какие варианты были, у меня и без этого хватает головной боли. Артюк Гордюк в самом начале матча получил, судя по всему, тяжелую травму. На данный момент известно, что стоит. К сожалению, получил травму, издержки профессии. На глаз не определишь, надо более углубленное обследование для того, чтобы установить диагноз.